Вот тебе 35, у тебя семья, бой будет. Ну, видимо, да, скорее всего, да. У меня даже на личном телефон его нету. Дайте мне бой со спиналом. Я с Сергеем Павловичем слишком близкий друг. Очень похожий Сергея Павловича. Привет всем, меня зовут Вадим Тихомиров, и если бы этот разговор выглядел так, я бы с гордостью сказал, что у меня на канале вышло самое славянское видео в истории. Лучше уже не будет. Но пока мы поговорили только в таком составе, и диалог с Александром Волковым отвечает на многие вопросы о самом большом бое этого лета в российских ММА. Почему согласился, как будет готовиться, позовет ли Павловича на спарринги, и будет ли тренироваться с боксерами. Кроме этого, мне кажется, что Александр Волков зашифровал тут некий месседж для Сергея, и если у вас такие же ощущения, то поделитесь ими в комментариях, и я напишу вам, если мы совпадем. Подписывайтесь на мой YouTube или Telegram канал, мне всегда интересно почитать комментарии. А еще Александр Волков выпускает неплохие футболки. Бронял в одной из них Кисловодский, и если хотите такую же, ссылка будет под тайм-кодами. Я сейчас специально посмотрел дату и увидел, что ваш бой с Сергеем Павловичем объявили 28 марта, объявил Дейна Уайт. И, допустим, Сергей Павлович у себя в Telegram регулярно пишет, ну что у кого какие вопросы. Ты снимаешь какие-то ролики, например, и выкладываешь их. Но вы оба вообще ничего не сказали за эти две недели про бой. А можешь объяснить, почему? Ну, я сказал что-то про бой у себя в Инстаграме, скажем так, в статистически ироничной форме. То есть я постарался этот бой, ну не то, чтобы подогреть, но, по крайней мере, я вижу, что очень большой интерес есть у публики. Ну, у всех есть интерес. И даже думаю, что в этом карте, в котором будем драться, это, думаю, будет один из самых таких, ну, интересных для зрителей боев. И не только в России, очень многие, и в Америке тоже, но и в России, ну, это бой интересен. Вот. Я, ну, как бы, я сам это понимаю, и, как бы, немножко этот поединок, не то, что подогреваю, да, просто как-то стараюсь этот интерес поддержать, независимо от того, это поединок случится или не случится, потому что в любом случае это инфоповод, в любом случае это интересно, ну, как же так, это немножко осветить в такой форме, в которой я это делаю. Касательно того, почему мы не говорим официально, да, и там мы не высказываемся, не общаясь с журналистами. Я думаю, что, ну, как минимум, потому что пока что этот поединок шел еще в стадии просто, ну, не то, что переговоров, а в стадии того вообще, возможно ли он или в принципе. Потому что я об этом поединке узнал уже, когда он был анонсирован, и у меня немножко были другие планы на июнь, скажем так. Дальше была работа менеджеров, переговоров, была вообще возможность согласования этого поединка, почему так получилось. Но в принципе вроде все утрясли, все выяснили, и пока что изменений нету. Бой будет? Ну, видимо, да, скорее всего, да. Ну, просто даже дошло до того, что на 1 апреля просто один телеграм-канал выдумал фейковую стату Сергея. Просто интересно, видел ли ты ее, и сколько тебе понадобилось времени, чтобы понять, что это нет стата Сергея Павловича? А он сказал, боя не будет, я точно откажусь, наши менеджеры. И вот потом стало понятно, что просто на 1 апреля потушитил, а многие ее приняли за настоящую татуату Сергея. Я это, правда, увидел, но, знаешь, она вполне в такой, знаешь, именно в манере ее стиля было написано, что она вполне могла и сойти за правдивую. Ну, и думаю, что в том числе его мысли, но и мои мысли, они похожи по поводу этого боя, поэтому она... Ну, это такая шутка, которая была только очень маленькая доля шутки, на самом деле. И поэтому она была и не смешная, да, и очень многие ее приняли за правду, потому что думаю, что я и Сергей мы на такого бы рассуждаем. Начиная с 28 марта у вас есть переписка или там история звонков какая-то? Не, ну, с Сергеем у меня связь только в Инстаграме в целом всегда была. У меня даже на личном телефон его нету. Ну, мы с ним тренировались много вместе. Даже, как сказать, он к нам приходил в зал наш, и мы с ним спарринговали, вот так, скажем так. И несколько раз, ну, там и были случаи, когда, например, мы ездили на какие-либо турниры, у Сергея, у секундантов не было визы. Такое случается достаточно часто у нас именно с ребятами из России. У него не было, у его команды не было визы, и мои тренеры, они там держали ему лапы, там, выводили его на бой. Ну, то есть он был с нами в команде, ну, там, достаточно, как бы, может, не много раз, но такое было. То есть, в целом, у нас с ним связь была только в том плане, что он приходил к нам в зал, и больше, наверное, у него контакты есть не со мной, а с тренерами с моими. То есть, с ним, насколько знаю, связывался Тарас, потом, ну, уточнял, как бы, вообще информацию по этому бою, потому что для нас нам было сюрпризом. Какое-то небольшое общение моей команды с его командой было, но у меня лично с ним общения не было. Правильно ли я понимаю, что для тебя этот бой выглядит как бой с третьим номером рейтинга тяжелого веса, при условии, что ты идешь на серии из трех побед, и, в общем-то, серия из четырех побед и победы над третьим номером делает тебя претендентом на титул? Ну, если по сухому остатку, то да. То есть, ну, как будто бы просто здесь не повезло, что на третьем месте оказывается Сергей Павлович, там, человек, которого ты, в принципе, неплохо знаешь, с которым у тебя есть совместные фотографии. Могу сказать, что это больше, этот выбор зависит не сильно от меня. Я сейчас не в том положении, что могу выбирать соперника из топ-5, условно говоря. Я не могу сказать, что дайте мне бой со спиналом, и точно UFC не в этом не откажет, или дайте мне бой с Ганом, UFC не в этом не откажет, дайте мне там бой еще с кем-то, и UFC не в этом не откажет. То есть здесь, как мы видим из моих последних соперников, UFC дает мне бой бойцов, ну, даже более-менее на слуху, но все-таки ниже топ-5, и даже в некоторых случаях и ниже топ-10. Для очень многих болельщиков, наверное, особенно тех, кто за моей карьерой не следил до этого, такой факт удивительный, что я уже в UFC провел 15 боев, и большая часть из них была с топами. И почти все ребята, кто сейчас выше меня в рейтинге, я с ними так или иначе встречался. Если я еще буду, ну, и так еще скажу, что мне уже пришлось несколько, ну, несколько раз отказаться от пары поединков в этот период по той же самой причине, что не хотелось драться с отечественниками, там, с теми, с кем я тренировался, там, и так далее, то есть такие были спорные бои, но они, скажем так, эти ребята были не о том уровне, чтобы после этого я получил какой-то бой за поезд. Соответственно, у меня просто нет уже возможности отказываться от поединков. Этот карта, он для UFC очень важен, ну, сам по себе, насколько я понимаю, для UFC и для Данна Лайта в целом. Условно говоря, тут мы в согласии мало кто спрашивают. Не в том смысле, что меня кто-то уволит потом, но в том смысле, что если я не соглашусь, я так и буду драться дальше с ребятами, находящимися немножко ниже меня в рейтинге, и вряд ли мне кто-то потом в ближайшие, там, 2-3 года даст возможность подраться, ну, там, или близко прикоснулся к возможности подраться за поезд. И учитывая, что у меня уже 35, там, уже скоро 36 лет будет, мое время, ну, к сожалению, уходит. И здесь я, ну, ни в коем случае не хотел бы встречаться с Сергеем, но так получилось, что просто я сейчас в UFC не могу в этом отказать, скажем так. То есть этот поединок, он принципиально возможен только в том случае, если команда Сергея дала согласие. Потому что у него, как раз, возможность отказаться, ну, в моем понимании есть. Вот даже у меня на работе бывают ситуации, когда мне говорят, надо пойти написать о таких соревнованиях. И в ряде случаев я могу подойти и сказать, слушайте, ну, вот, ну, это прям точно нет. Не расстраивает ли тебя, что ты просто просыпаешься утром и узнаешь, что ты дерешься с Сергеем? То есть как будто бы это просто Дейна Вайт говорит. Вы деретесь вдвоем. Ну, меня не расстраивает, потому что, во-первых, я не выступал с сентября, да, то есть у меня уже больше полугода нету поединка. В том числе по той причине, которая сказала, что я несколько раз, ну, там, слово несколько, наверное, некорректно, там, один-два раза отказывался от поединка с отечественником или с отечественниками. Не буду уточнять просто имен. Соответственно, ну, при этом мы всегда говорим в UFC, что, ну, только не с ним, но с кем угодно, да, потому что мы как бы готовы подраться, там, и для нас не принципиально. Мне как бы очень хочется дальше выступать. Я, в принципе, я понимаю, что это моя работа. И всю жизнь я живу только этим. У меня всю жизнь, у меня, как бы, мой режим не меняется. У меня тренировки, дом, тренировки, я практически ничего больше не вижу. Для меня, естественно, эта цель в будущем – забрать пояс. Ну, у меня два пояса уже есть, и хотелось забрать еще третий. Если я хочу драться за пояс в целом, мне нельзя еще отказываться от боев, ни от каких. И уже мои лимиты на отказы, они, к сожалению, в глазах UFC пропали, и турнир для UFC слишком важен, чтобы я просто сказал Дане Вайту, Дане Вайту нет. Я, кстати, с Сергеем Павловичем слишком близкий друг. То есть сейчас это может сказать Сергей Павлович, потому что у него есть такая возможность. Я, к сожалению, так сказать уже не могу. Расскажи просто технически, а как ты узнал об этом? То есть, как я понимаю, все уже предполагали, что ты делешься с Алмейдой, и анонс состоялся просто утром в эфире на Ютубе у Дэйны Вайты. Вот ты просыпаешься или там, наоборот, ложишься спать и что, берешь телефон, тебе кто-то говорит, или тебе просто вот как прям ты узнал новость? Я узнал, было в 10 часов вечера, я потому что живу как раз в том же самом часовом поясе, что Дана Вайту, даже в том же городе, сейчас. Было 10 вечера, я укладывал своих детей, там даже ну полдесят, около девяти с чем-то, укладывал своих детей спать, читал сказку, один лежал со мной рядом, был под рукой, второй, который старший лежал на своей кровати. И мне начинают просто разрываться телефон, смс-ками от одного из ребят, которым я вместе тренируюсь, начал, ты принял новый бой, у тебя новый бой, но это тоже бой-бой хороший, в принципе, там классно, мы там будем готовиться, сюда-сюда. Я не понимаю, что происходит, переключаюсь на это и сообщение, говорю, что случилось? Он говорит, как, у тебя бы анонсировал и поединок с Павловичем. Мне пришлось спросить мою супругу, укладывая детей дальше, сам я взял телефон, начал звонить, узнавать, что происходит. Сказал, нет, вот, Дана Вайт анонсировал бой. Я, ну, как бы, немножко не знал об этом. Начал звонить в Москву, в Москве тоже об этом не знали, и мой менеджер ответил мне только по моему времени утром, и он тоже, к сожалению, этого не знал, но есть это незнание, скажем так, оно было из того рода, что у нас другие часовые пояса с моими менеджерами, вот, и им просто сообщение, когда пришло, они еще не могли на него ответить, они еще спали. И UC в это время, насколько я понимаю, уже согласовала, скажем так, заочное, да, с командой Сергея Павловича, потому что, насколько я понимаю, с командой Сергеевич Павловича сказала, что если Александр согласится, то мы тоже за. Ответственно, ну, UC понимают, ну, в кавычках у меня положение, что, скорее всего, соглашусь, и как я ему уже давал устное обещание до этого, что готов драться кем угодно, они просто анонтировали этот бой, как бы, скажем так, и поставив нас именно в известность уже постфактум. Ну, потому что, в целом, наша команда об этом говорила, что готовы драться кем угодно. Это были наши слова. Конечно, мы не именно рассчитывали на бой Павловича, потому что Павловича был бой, когда в это время назначен с Ганом, то есть, ну, в наше понимание, это поединка не могло случиться. Ну, произошло, что произошло, дальше уже, как бы, именно, мы не могли, как бы, толпу сказать, это нет. Ну, конечно, нет сейчас. Нам пришлось как-то вести переговоры, общаться, но в итоге нас в UFC поставило, скажем так, в положение о том, что для них этот турнир слишком важен, чтобы сейчас я просто взял и сказал им нет по какой-то невесткой для них причине. Мне всегда было интересно, когда два бойца, которые неплохо общаются, должны подраться. Многие думают, что если они захотят изобразить договорняк, они будут максимально нелепо показывать обмен ударами в стойке. А вот мне интересно, почему нельзя договориться, чтобы один другому просто прошел в ногу с ходу, это забывает, и потом просто решить все в грэплинге, то есть провести такой безударный грэплинг-матч. И со стороны этого, возможно, же выглядело бы как-то натуралистично, например. Как ты просто сам считаешь? Ну, давай так. Все фанаты слишком серьезно этот бой воспринимают. Серьезно в каком плане? Что мы как будто будем драться по-настоящему. Ну, драться, понимание, уличной драки по-настоящему. До смерти, до первой крови или еще до чего-то. Ну, мы деремся не по-настоящему. Это вид спорта. Вот, то есть надо, чтобы понимали все. Это бой будет не за то, чтобы кто-то кому-то что-то доказал, покалечил, травмировал или еще что-то. Бой в рамках вида спорта, которым я и Сергей Павлович занимаемся. Договорняк здесь, думаю, никакого смысла не имеет. Ну, то есть, скажем так, это турнир нелюбительский. У нас перед организацией есть обязательства. И перед фанатами есть обязательства. То есть, никаких там фанатов, конечно, они этот бой не хотят видеть, но очень многие, ну, даже те, кто видеть не хотят, все равно будут очень рады красивому бою в любом случае. Все посмотрят, все будут очень рады. Если не посмотрят в прямом эфире, то потом услышат про этот бой и пересмотрят. Поэтому у нас есть обязательства. У UFC есть обязательства. Знаете, то же самое, что, ну, если мы, допустим, с Сергеем Павловичем договоримся и поборемся, то UFC нам, в конце концов, да, выплатить не гонорары, а там, не знаю, а деньги. Вещами, вещами. Ну, да, или вещами, да, экипировкой. Ну, то есть, это, ну, из такой же сферы. Ну, понял. У нас есть обязательства, как профессионалов, где можно остаться профессионалом в первую очередь. В Телеграме неожиданно залайкали комментарии. Мне он, самому кажется, очень смешным. А не думал ли ты позвать на спарринги Сергея Павловича для подготовки к этому бою? Блин, на самом деле, как бы смешно это ни звучало, мы почти уже нашли парня, уже почти договорились, чтобы прилетел очень похожий на Сергея Павловича. Но он не из России, вот, а из другой страны. Ну, например, попозже, если все получится, я, естественно, там какие-то видео там или фотографии вместе выложу. Но мне показали фотки, ну, по крайней мере, по комплекции очень-очень похожи. А это не Леонид Грачев, есть такой американский боксер? Нет, нет, нет. А вообще сложно найти человека, который бы мог имитировать стиль Сергея Павловича. Просто когда ты начал говорить, что нашел, я подумал про Алексея Кудина. Вот кто в теории должен быть, чтобы ты готовился к Павловичу? Сергей Павлович большой, с хорошим размахом рук, с хорошим боксом и с сильным ударом. То есть его, наверное, самая фишка – это сильный удар и то, что он сам по себе крепкий, то есть в стойке с ним бороться очень сложновато. Это, наверное, его основные черты. То есть надо искать человека такого, которого был бы сильный удар в боксе и которого было бы не так просто перевести. Ну, там, не то, что перевести даже, а работать с ним в клинче. Тут, скорее, даже больше влияет на всю антропометрию, потому что ребят с сильным ударом сейчас у меня в команде много. Ребят, кто очень-очень крепко водятся в стойке, тоже достаточно много. Но нету прямо сейчас ребят такого роста, чтобы такого роста, такого размаха рук. На перспективе, как бы, такие спарринг-партнеры у меня здесь будут. Скажу так, это прямо из команды, потому что, допустим, к поединку «Time to Las» я ездил на боксерские спарринги, где были ребята рослые, ну, уже инобоксеры прям рослые, хорошие, с длинными руками, вот с ними я много спарринговал. Возможно, что, ну, скорее всего, я опять-таки покатаюсь, побоксирую, то есть это если мы говорим просто про отдельный пробокс, а не про ММА. Сергей Павлович как раз спарринговал с тобой перед своим мощнейшим там забегом в карьере, то есть вот я прям помню, в март 22-го года я к вам приходил в «Стрелу», и после этого у Сергея был его знаменитый «Винстриг», когда он дошел до титула. А как много ты собрал информации в этих спаррингах? Могут ли они тебе теперь помочь? Ну, ты сам эти спарринги видел, он же бьет как кое-копытом, я этот очень сильно, очень сильно бьет, очень тяжело с ним было работать, мне кажется, я ни одного раунда не выиграл, поэтому не знаю, даро, что будет, не могу сказать. Более простой вопрос, когда ты полетишь в Саудовскую Аравию, потому что это другой часовой пояс, практически московский часовой пояс. Сейчас планируем, сейчас как раз ведем все переговоры по поводу того, чтобы добраться до Саудовской Аравии, по поводу всей команды, состава, ну, где-то думаю, что недельки за две здесь получится, если найдем, где можно будет потренироваться и комфортно разместиться, то, скорее всего, недельки за две, потому что конклиментизация должна быть хорошая. А вот как вообще готовиться к человеку, у которого есть, по сути, главное оружие, что он просто мощно и там хорошо и качественно бьет? В принципе, и вопрос был там перед Нгану всегда. – Самое главное – не ссать. И все. Оставляю все это дело случая. То есть здесь любым ударом Сергей умеет нокаутировать. Тут главное просто быть к этому готовым и не бояться. – Ты помнишь, что бы тебя вело от его удара в ваших спаррингах? – Конечно, после каждого удара он меня вело. – Ну, я не могу это подтвердить, как свидетель. – Ну, я же внутри себя чувствовал, у меня ноги подкашивались. Мне, честно говоря, даже он, когда проходил на спарринге, я старался с ним поменьше стоять, потому что я понимал, что он каждый раз, когда может ударить, может быть травм или потом последствия. Поэтому я с ним старался… я только вставал только именно на самом первом раунде с ним, на самом первом, и все, и больше старался не вставать. Потому что он, когда особенно разогревался, мог очень сильно ударить. – Милицию ты же вызывал, по-моему. – Нет, милицию не вызывал. Утрировать не будем, но он бил на спарринг очень сильно. – Допускаешь ли ты, что все-таки не будет этого боя? Какую бы ты дал вероятность, как человек с математическим образованием? – Знаешь, какая вероятность, что вы встретите на улице Иисуса Христа? – А, я слышал, это какая-то загадка такая логическая. Что-то есть, какой-то подвох. – 50 на 50, либо встреча, либо не встреча. Здесь вот то же самое, как бы бой либо состоится, либо не состоится. Вероятность такова, что пока что все к этому идет. Что будет там в течение двух месяцев, как случится, мне сложно сказать. Я пока к этому бою готовлюсь. – А я правильно понимаю, что у вас особо и не было общения в последний год-два, и нельзя сказать, что оно как-то нарушится после боя, например? – Должно быть все нормально, но, как говорят, этот поединок уже не по-настоящему, все по наружкам. Мы же просто выступаем на соревнованиях. И еще раз говорю, сам поединок меня тоже не вдохновляет с ним. Мне тоже с ним драться не хочется, учитывая, что он заявлен на меня сильнее, стоит выше позиции. Для меня это не очень хороший бой во всех смыслах. Но у меня нет возможности сказаться. Я даже приведу небольшой пример из прошлого своего. Когда-то у меня было тоже предложение, когда Алексей Ореник был в UFC, подраться с Алексеем Ореником. Не знаю, предлагали ли ему драться или нет. Но на этапе просто согласовывания я всегда отказывался, потому что я, как раз, был немножко выше позиции. Я понимал, что если я соглашусь, то, скорее всего, ему придется тоже согласиться. И всегда этот поединок я никогда не рассматривал. Потому что также у Алексея я в какое-то время чему-то научился. И чему-то у меня научил, где-то мы тренировались вместе. И к нему было отношение, может быть, не близкому другу, но товарищу. Поэтому здесь это просто соревнование. Если Сергей находится в более высоких позициях и на этот поединок согласился, то у меня есть возможность только это оспорить и все. У тебя довольно живые социальные сети. И прямо видно, что тебе как будто бы самому нравится. А что ты чувствуешь, когда ролик залетает на миллион просмотров? Вот тебе 35, у тебя семья. Хороший вопрос. И вдруг у тебя 2,6? 2,6 я вот специально посмотрел. Какие ощущения? Я испытываю чувство удовлетворения. Ну, прикольно. На самом деле, сейчас изменились алгоритмы Инстаграма. Теперь заходят в Инстаграм. Когда ты выкладывал видео, оно, допустим, сутки было актуальным, потом пропадало. А сейчас могут стать популярными ролики, которые ты выкладывал давно. То есть, кто-то может посмотреть, передкинуть и начать перекидывать. То есть, как бы этот процесс может начинаться с данного. Соответственно, из-за того, что алгоритмы поменялись, сейчас стали популяризироваться посты и какие-то видосы у людей, у которых не очень много подписчиков. Ну, точнее, у меня там по отношению к очень многим звёздам, UFC, по отношению к Сергею Павловичу, у меня там почти миллион подписчиков, у меня там всего 300. У него просто Инстаграм много сильно интереснее, чем у меня. И мне очень сложно с ним конкурировать. И когда я просто делаю какие-то небольшие интересные ролики, они заходят и набирают много просмотров. Это, конечно, меня радует и мотивирует делать ещё такие ролики. Поскольку мне приходилось этим тоже заниматься, был ли видос, с которым ты, допустим, очень сильно возился, а он не зашёл, и тебе вдруг даже стало обидно или грустно? Ну, обидно нет. Знаешь, я даже по-другому это расцениваю. Если какой-то видос кому-то не зашёл, значит, просто у людей, кому не зашёл, намного меньше информации о том, почему этот видос должен быть смешной или какой-нибудь подсмысл. То есть зачастую просто, когда кто-то не пишет, типа, какой-то тупой юмор или кто-то не понимает отсылку, скорее просто... Ну, это проблема этих людей. Вот так. То есть если какой-то юмор они не поняли, если какую-то отсылку они не поняли, просто, скажем так, они немножко потеряли этого смеха, этого ха-ха, которого они могли бы получить, если бы эту отсылку знали. Допустим, вот последний ролик, который, как по мне, казалось, прикольный был сделан. Ну, как бы, он был смешной, очень смешной для меня, я прям был вдохновлён, чтобы его снять, ну, которым мы, типа, делали сценку из фильма с Клинтой Высадом. С Деревом, да? Хороший, плохой, злой. Нет-нет-нет, не Дерево. Хороший, плохой, злой, который набрал всего там 100 тысяч просмотров, вот. Но, как по мне, это было очень прикольно, как бы, то есть и методы, которые мы сняли, и как мы это снимали, мы там просто угорали вообще очень сильно, и как бы, там, смысл, ну, так, очень смешно. Учитывая, что ещё к этому ролику могли поставить там какие-то лица из моих соперников, да, то это было бы ещё, ещё смешнее, но просто мы это дело уже не стали из-за уважения к соперникам. То есть какие-то ролики, они веселят именно меня самого, могут кому-то не зайти, но я обычно махаю руководством, ну, просто кто-то тот не понимает, вот. Но, знаешь, я, как бы, записываю не для, наверное, не для просмотров, скорее, а просто потому, что бывает прикольное настроение, ну, не, просто бывает прикольное настроение, весело, как бы, хочется с этим настроением поделиться. Продолжение следует...